Вот ему и пришла в голову мысль организовать такой конкурс. Все, наверное, видели по Первому каналу конкурсы и в Юрмале, и по Первому каналу голос и артист универсальный, и всякие, всякие, всякие. Так вот, на Западном побережье тоже будет такой конкурс. Восходящая звезда, автор проекта и продюсер Сергей Старашко. Сережа, помашите ручкой. Я знаю, что вы не хотели выходить из скромности на сцену, но вы где-то здесь, и вы нас видите и слышите. Сегодня... Вот, Сережа. Подкупил меня. Точно. Так, и однако сегодня, вот в качестве начала, чтобы вы все знали, что сегодня выступит перед вами шесть девочек. Поскольку проект называется «Восходящая звезда», Сергей так мило и по-доброму называет их «звездочки». И очень хочется, чтобы из этих звездочек выросли со временем настоящие звезды. Не правда ли, Сережа? Абсолютно верно. Кстати, первая, которая будет петь, она будет являться педагогом по вокалу, поэтому, в принципе, как вы назвали их «звездочки», это будет только пять. А, понятно, понятно. Хочу абонент не вызвать? Буду вызывать, хочу прочитать четверостише, которое Сережа написал в песне, посвященной вот этому проекту. Он пишет песни на все события жизни. В Портленде сейчас наступил для вас этот долгожданный вечер. Просто класс! «Восходящая звезда, пусть ярко светит!» Мы вас ждем, очень ждем, С радостью споем, И любовью в вашем сердце зажжем. «Восходящая звезда, пусть ярко светит!» И первый участник, который является и наставником по вокалу, Алена Примаченко с песней «Времени нет». Пока она идет, я хотел сказать, что этот конкурс будет проходить в церкви «Нью Бегини». Вы, наверное, все знаете, это 172-я сентябрь. И он будет начинаться, проходить 8 сентября. Так что, you're welcome! «Восходящая звезда, пусть ярко светит!» Времени нет, времени нет, нет времени. Часно случайно снова звучат вокруг слова. «Все не успеть, правда, сейчас нет времени». «А сколько же раз сказать пришлось, не знаю я». «Порою кто-то прячет взгляд, нам скажет, я помочь выраду». «Но не сейчас, давай потом, время найдем». «Восходящая звезда, пусть ярко светит!» «Все день за днем, и слов других в ответ мы ждем». «Но лучше первому руку подасть другим». «Восходящая звезда, пусть ярко светит!» «Времени нет, души спасать и к небу спать». «В ближним идти, руку подать и на пути». «Ах, трудный час, мой мзик, господи, защитит!» «А сколько же раз он к нам спешил тогда прийти?» «Времени нет, времени нет!» «Времени нет, времени нет!» «Часто в душе снова звучит один ответ!» «Боже, прости, дай слышать только твой совет!» «И не спешить, времени нет, сказать в ответ!» «Весь просишь ты столько же раз!» «Весь просишь ты столько же раз!» «Ты уставал, мимо прошел, тяжелый час!» «Сколько же раз словом своим шикал мосты!» «О, научись, как же мне быть такой, как ты!» «Такой, как ты!» «Такой, как ты!» «Такой, как ты!» «Чтоб на земле жить мне не дня!» «Слышать твой зов!» «Слышать твой зов!» «Что каждый миленький искать себя!» «Ближних любить!» «Сердце свое для них открыть!» «Святость Христа!» «Миру в грехах!» «Собой любить!» «Так же, как ты!» «Меня прощать!» «Или добром, только добром!» «Слышать твой зовет!» «Твои силы отдаст, не для тебя!» «Ближних любить!» Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Эдик бежит! Аплодисменты ваши! А пригласили мы Эдика опять на сцену, потому что Галина Викторовна Некрасова просила Эдик, что вы вручили вот эти грамоты. А потому что так как вы их вручите, не сделает это никто.